Вопросы возникают и в начале многих экономических курсов, и в конце, и в середине. То есть, в принципе, материал, который с одной стороны можно обосновать как актуальность множества экономических дисциплин, а с другой стороны и подвести итоги. У нас же конец семестра с вами, поэтому можно и подвести итоги, потому что в конечном счете мы с вами поговорим о прибыли, о неэкономических эффектах деятельности предприятий, то есть то, ради чего, собственно, функционируют предприятия в условиях рыночной экономики. Что является целью? Что является основной целью функционирования предприятия? Ну, прежде чем об этом говорить, вообще нужно вспомнить определение предприятия. Я полагаю, что вы обратили внимание на закономерности экономической науки, когда определения одного и того же категории, ну, в общем-то, разнятся. Так, вот какие закономерности у нас в экономической науке? Есть какая-то категория, например, предприятие. Один автор определяет по-своему, другой по-своему, третий по-своему. Но на самом-то деле есть, ну, так скажем, некий монстр экономической науки, там Маркс, Кейнс, я не знаю, ну, масса можно привести авторов, которые действительно двигают экономическую науку, привносят что-то качественно новое. Но, к сожалению, большинство экономистов, ну, может быть, в какой-то степени для качественных преобразований не способны, да, для приведения каких-то рекомендаций, каких-то усовершенствований чего-то нового на качественно более высоком уровне. Они стараются усовершенствовать, доработать какой-то материал, привнести что-то новое. Ну, в любом случае, если мы откроем с вами учебник и монографии по классической экономической теории, по экономике предприятия, мы увидим массу определений предприятий. Надо с чего-то стартовать, да, начать с какого-то определения, которое позволит нам в дальнейшем развивать мысль нашей лекции. Ну, давайте приведем такое определение, которое, в общем-то, к которому я привык, которое идет из давнего украинского законодательства, так сказать. Что такое предприятие? Предприятие – это уставный хозяйствующий субъект, имеющий права юридического лица и осуществляющий производственную, научно-исследовательскую и коммерческую деятельность в целях получения прибыли. Ну, такое сухое, короткое определение, но на самом деле в нем содержится информация, наверное, так на 30 часов обсуждения, это так не сильно напрягает. То есть, что значит уставный субъект? То есть, это субъект, который имеет устав, который регламентирует его деятельность. Могли бы сейчас с вами, наверное, не один час говорить о спецификах уставов предприятия. Но если в двух словах законодательная база государства давит на предприятие снаружи, так, образуя в определенной степени ее форму, а устав – это закон, ну, в кавычках, конечно, правило игры, которое определяет предприятие само для себя в рамках, конечно, действующего законодательства. Законы давят на предприятие снаружи, а устав – изнутри. И вот таким образом образуется форма предприятия, которая уже функционирует в специфических условиях рыночной экономики. Ну, понятно, что предприятие осуществляет хозяйственную деятельность, понятно, что оно является юридическим лицом, это тоже отдельная специфика, отдельный вопрос. Очевидно, что предприятие может осуществлять, и глобально любое предприятие так или иначе осуществляет производственную, научно-исследовательскую и коммерческую деятельность. Ну, мы с вами представители технических вузов, так, поэтому классический у нас пример – промышленное предприятие. Понятно, на любом промышленном предприятии есть производственная деятельность, так ведь? Но адаптировать вот то, что мы сейчас сказали, можно и под другие сферы, например, сферу услуг. В сфере услуг тоже есть своя специфика, ну, аналог производства в какой-то степени, да, когда предприятие, оказывающее услугу, тоже осуществляет какую-то последовательность в действии для достижения своей цели. Так, дальше. Научно-исследовательская деятельность. Согласитесь с тем, что любое предприятие должно заниматься научно-исследовательской деятельностью, чтобы, ну, хотя бы остаться на определенном уровне и не дать конкурентам обойти себя. Если предприятие не занимается научно-исследовательской деятельностью на каком бы то ни было уровне, и даже если оно является лидером, конкуренты его очень скоро обойдут. Потому что они смотрят на конкурентную среду, видят какие-то достоинства и недостатки, перенимают определенные достоинства своих конкурентов, разрабатывают что-то новое, ну, короче говоря, занимаются научно-исследовательской деятельностью. И она может быть не только чисто технической сферы касаться, она может касаться вполне коммерческой сферы, ну, сферы, скажем, маркетинга, да? То есть одно дело произвести продукт, другое дело довести его до конечного потребителя, заставить его захотеть купить этот продукт. Поэтому научные исследования не ограничиваются исключительно производством. Так? Ну и коммерческая деятельность. Ради чего, собственно, функционируют предприятия в рыночной экономике? Чтобы довести продукт до конечного потребителя, и чтобы конечный потребитель, собственно, этот продукт у нас забрал и отдал какие-то средства за этот продукт. Понятно, что многие предприятия не работают с конечным потребителем продукта, но продают товар, скажем, какому-то посреднику, который, в свою очередь, продают кому-то еще. Но это не столь важно. То есть в любом случае коммерческая составляющая у любого предприятия тоже присутствует. Ну, скорее всего, на конечной стадии вот этого цикла вот момента производства продукции до момента его продажи, да, в момент его продажи. Результат. Результат получения экономического эффекта, получения прибыли. Красной линией через большинство экономических дисциплин наших с вами, да, проходит та мысль, что прибыль является определяющей для любой хозяйственной деятельности. Так, стержень рыночной экономики, стремление негосударственного собственника получить максимальную прибыль. Ну, вот уже немножечко оговорился. Есть тут определенный нюанс. Конечно, вот те инструменты, которые вы рассматриваете в большинстве экономических дисциплин, они все-таки основываются на максимизации экономического эффекта. Это правда. Но прежде чем сузить, так сказать, свое мировоззрение до такого восприятия, которым у нас чаще всего подталкивает рыночная экономика, мы должны немножечко посмотреть шире на эту проблему. Если мы с вами откроем какие-либо там, опять же, учебные пособия, монографии по специфике функционирования предприятия, по инвестированию, например, по реализации инвестиционных проектов на предприятии, то мы увидим с вами, что авторы на самом-то деле выделяют три базовых направления реализации проектов на предприятии или, если хотите, три основных цели функционирования предприятия. Ну, во-первых, это, конечно же, экономический эффект, от которого мы никуда с вами не денемся. Всегда на первом месте экономический эффект в любом литературном источнике. Но также авторы, конечно, выделяют достижение социального эффекта и достижение экологического эффекта. Вот, собственно, немножечко мы и должны поговорить, в каких случаях вот эта цель может оказаться, в общем-то, и не самой главной, чтобы в конце концов вернуться к тому, что, конечно же, значимость прибыли в целом в экономике более весом. Для того, чтобы разделить вот эти вот цели и проследить мотивацию собственников предприятия или инвесторов предприятия при достижении вот этих целей, нам достаточно вспомнить специфику формирования капитала предприятий, ну, или, если хотите, формы собственности в рыночной экономике. Вот до 90-го года в Советском Союзе у нас была только какая форма собственности? Ну, государственная, ну, конечно, так, государственная. После 90-х годов у нас появились, кроме государственных предприятий разнообразных, которые вы знаете, да, общество с ограниченность, дополнительность полной, акционерное общество открытого, закрытого типа и так далее. Я эконом-теоретические формулировки сейчас применяю, сейчас может оказаться, что в Российской Федерации есть свои нюансы, например, в Украине открытые акционеры акционерные общества очень часто называли, вернее, законодательно переназвали частные акционерные общества и публичные акционерные общества. Ну, суть от этого не меняется, да, в принципе, классический набор негосударственных предприятий. Но для того, чтобы обсудить ту мысль, которую я хочу сейчас поднять, нам достаточно сказать только одну фразу, что есть государственные предприятия и есть негосударственные предприятия. Ну, кстати, не использую термин «частный» очень часто, потому что иногда возникает путаница, да, отдельный вид негосударственной формы собственности – это частные предприятия. Вполне справедливо говорить «негосударственные» как синоним частных предприятий, но чтобы мы не путали с этими ЧПшниками, да, с частными предприятиями как одной из форм, одного из видов негосударственной формы собственности. Итак, начнем с негосударственной формы собственности. Подскажите мне, пожалуйста, как вы чувствуете, если негосударственный собственник увидит, что проект, который он реализует, не принесет ему высокого экономического эффекта, ну, пока позволим себе так сказать, не принесет ему прибыль, будет он реализовывать этот проект или нет? Нет. Ну, я согласен с вами. В каких случаях он будет? Приведите пример, когда да. Ну, допустим, если он хочет удовлетворить свои потребности, не обязательно. Каждое предприятие должно приносить прибыль. Оно должно в некоторых случаях еще и удовлетворять потребности. Ну, пример приведите. Пример, да. Ну вот, допустим, создается предприятие для того, чтобы просто выводить деньги. То есть… Ну, хэ… Для человека абсолютно не важно, что он продает, что у него. Вы просто предприятие, он через него выводит деньги. Ну, хорошо. Нет. В принципе, мы говорим о классическом примере рыночной экономики, да. Нюансы всегда мы, в принципе, можем здесь, ну, скажем так, разыскать. Да, я согласен с вами, что есть определенные примеры, когда предприниматель стремится, да, занизить свою прибыль, да. Показать ее меньше, скажем, по какой-то причине. Или… Ну, в общем, есть определенные нюансы. Ну, вообще, основа рыночной экономики – это стремление к экономическому эффекту максимальному. Согласны с этим? К максимизации экономического результата. И если не государственный собственник, классический пример приводим, да, видит, что он вложил один капитал, а получит от реализации своего проекта меньше капитал, он просто-напросто от реализации этого проекта что? Откажется. Ну, я согласен. С другой стороны, государство смотрит на данные составляющие и в некоторых случаях, даже при условии экономической невыгодности определенного проекта, принимает решение в пользу реализации государства на то и государства, чтобы реализовывать ряд программ, которые не принесут высокого экономического эффекта, но необходимы обществу. Так ведь? Я не спорю с тем, что мы сейчас приведем с вами достаточно большое количество примеров, когда параллельно проекты и прибыльные позволяют нам достигнуть какой-то неэкономический эффект, но речь сейчас идет о, так сказать, менее очевидных вопросах, да, когда наоборот у нас экономический эффект не достигается, а проект реализуется. Государство на то и государство, чтобы реализовывать такие программы в некоторых случаях. Но согласитесь с тем, что у государства в целом на первом месте тоже прибыль. Нет, когда мы говорим об отдельном проекте, вполне возможно, в убыток себе мы реализуем этот проект. Но если у государства нет денег, может оно реализовывать эти программы? Ну, логично, что нет. Так ведь? То есть государство, эффективно функционирующее государство стремится к чему? Максимизировать свою экономическую составляющую, большую часть этих денег, скорее всего, да, направить на дальнейшее экономическое развитие, чтобы в будущем получить еще больше капитал. Ну, а какую-то часть средств направить на реализацию социальных и экологических программ. То, что мы основной капитал направляем на дальнейшее экономическое развитие, позволяет нам и в дальнейшем реализовывать в перспективе вот эти вот социальные и экологические программы. Таким образом, мы говорим, что и для государства, несмотря на все оговорки, на первом месте стоит все-таки экономический эффект. Для негосударственного собственника все тут достаточно очевидно. Если у нас есть, скажем, акула капитализма, она плавает в этой рыночной среде, стремится откусить как можно больший кусочек прибыли, переварить ее, расшириться, откусить еще больший кусок прибыли и так далее. Так? Убрали вот этот стержень из рыночной экономики, стремление негосударственных предприятий к максимизации своей прибыли. Все, это уже у нас не рыночная система, непонятно какая, но, скорее всего, нежизнеспособная система. Вернули этот стерженек, все, все понятно. Наши негосударственные собственники стремятся к максимизации экономического эффекта, максимизации прибыли. Есть что регулировать в законодательной базе, государству и так далее. То есть весь рыночный механизм продолжает функционировать, начинает функционировать. С другой стороны, мы с вами должны, конечно же, сказать, что эффективно функционирующее государство может поставить нашего негосударственного собственника в такие условия, когда экономические проекты будут выгодны, да, экономическая составляющая проектов будет высокая, и параллельно будут реализовываться неэкономические программы, достигаться, да, неэкономические цели. У государства есть действенные инструменты влияния на негосударственного собственника. Простой пример. Ну, я обычно в своих лекциях привожу два вида примера. Не два примера, да, а два вида примера. Один с грубыми цифрами, из которых четко видно, что я хочу донести до аудитории. Но цифры такие неконкретные, достаточно грубые, или конкретные примеры, вот то-то, то-то случилось в экономике, такие-то отношения между одним субъектом хозяйствования и вторым. То есть у каждого из видов примеров есть своя специфика. Но поскольку у нас все-таки обзорная лекция, все-таки сегодня мы приведем несколько примеров вот такого общего плана, не столь конкретного, но с миллиардами примеров применения на практике. Итак, обратите внимание, если у нас есть, скажем, негосударственный собственник, который принимает решение о вложении капитала. Вот я нарисовал эту стрелочку, и сразу же вам говорю то, что вполне возможно, вы прекрасно без меня знаете. Любая инвестиция, любой проект на предприятие, это время, которое я нарисовал, так, временную ось, и капитал, да, деньги, которые мы тратим и которые получаем от реализации этого проекта. Логично это? Ну, в принципе, так и есть. Итак, наш негосударственный собственник принимает решение, инвестировать ли капитал в, скажем, экологически чистое оборудование. Условно 10 тысяч рублей в покупку экологически чистого оборудования. Ну, и в результате использования этого оборудования, к примеру, наше предприятие перестает загрязнять окружающую среду так сильно, и в течение двух лет по... То, если бы мы без этого оборудования, скажем, выбрасывали в окружающую среду порядка 100 килограммов в год вредного вещества, то после внедрения этого оборудования 30 килограммов. Ну, опять же, мы все-таки, как я полагаю, ни вы, ни я, ни большие специалисты в сфере химических технологий, скажем, да, но есть определенная у нас достаточно развитая законодательная база, так, связанная с штрафами и сборами за загрязнение окружающей среды. Отличие там сбросов, выбросов, в общем, есть нюансы, но сейчас, естественно, речь не об этом. Итак, у нас есть эта самая законодательная база, и наш предприниматель смотрит. Мы внедряем экологически чистое оборудование стоимостью 10 тысяч, и увидели, что в нашем законодательстве отмечено, что за один килограмм вредного вещества мы должны заплатить штрафов один руб. Там привязка обычно граммом идет, но не столь важно. Пример, еще раз повторюсь, утрированный. Итак, наш негосударственный собственник смотрит на данный проект с экономической точки зрения и видит, что инвестиция в 10 тысяч рублей даст нам экономический эффект в первый год сколько? Ну сколько там? 70, да, рублей? Так, 0,07, в тысячах, позвольте мне. И во второй год тоже. Ну, очевидный пример, да, будет наш предприниматель вкладывать капитал в такой проект? Ну, очевидно, нет. Согласны? Все. То есть, посмотрел наш негосударственный собственник на данный проект, отказался, экологический проект не реализован. Хорошо. Давайте изменим это условие. Мы только что сказали, что государство имеет действенные инструменты влияния на негосударственного собственника. Пожалуйста, вот вам инструмент, законодательная база. Установили 100 рублей. Штраф за этот килограмм вредного вещества. Автоматически я зачеркиваю вот эти вот 70 рублей и пишу уже 7 тысяч. Правильно? Итог. Мы вкладываем 10 тысяч, получаем 7 в первый период и 7 во второй. Уже 14. Вот рано или поздно, позвольте, простите мне мою неосведомленность, но все-таки рано или поздно, или уже знаете, вы обязательно познакомитесь в бакалавриате с категорией стоимости капитала во времени. И то, что я только что сказал, да, 7 плюс 7, 14, ну за это вы меня прям побьете, наверное, там, я не знаю, или уже сейчас готовы, или там через годик. Согласны с тем, что в принципе пока упрощенно я себе могу позволить сказать, что 7 тысяч рублей плюс 7 тысяч рублей, это 14 и больше, чем 10. Но вот эти 10 мы когда инвестировали? Сейчас, так? А вот эти 7 мы получили когда? Через год. А эти так вообще что? Через два года, так ведь? И согласитесь, что это очень и очень существенный аспект, так? Что наши инвестиции и полученный капитал разнятся во времени. Это совсем разные деньги, так ведь? Этот фактор надо учитывать, эту ремарку я не могу не сделать, ну потому что это будет, я думаю, ну достаточно корректно, да? И потом все равно вернемся к вот этому сложению 7 плюс 7. Когда я в лекциях экономических рано или поздно в любой дисциплине, хотя бы краешком, но всегда касаюсь стоимости капитала времени, этот вопрос практически невозможно никогда обойти, ну практически ни в одной дисциплине. Я всегда привожу простейший пример. Одна денежная единица сейчас и одна денежная единица через 100 лет. Опять очень утрированный пример, но все-таки. Вот знак равенства вроде оставлю, но все мы, конечно же, чувствуем, что что-то здесь не так, да? Сейчас рубль и через 100 лет рубль. Ну какой тут простейший пример? Мы можем этот рубль вложить в банк, ну скажем под 15% годовых сейчас. И через год мы уже получим рубль 15 копеек. Вот корректнее уже сказать, что рубль сейчас равен рублю 15. Это тоже много факторов, да? На самом-то деле больше факторов влияет, чем те, которые сейчас я поднял, да, осветил. Но все-таки. По-моему, это уже гораздо корректнее. Через год уже мы будем начислять 15% на рубль и 15 копеек. Так ведь? Уже вторую степень я должен здесь поставить. Получается уже 1,25. Ну а если на 100 лет мы вложим в банк под 15% годовых этот рубль, то мы получим 1,117,000 там с хвостиком рублей. Вот гораздо корректнее поставить знак равенства между одной денежной единицей сегодня и 1,117,000 рублей через 100 лет, ну, по крайней мере, гораздо корректнее, чем между денежной единицей сейчас и денежной единицей через 100 лет. Утрированный пример. Понятно, что мы никогда не будем рассматривать такие промежутки времени на практике. Но сразу же возвращаемся к нашему примеру. Год – это тоже большой промежуток времени. И мы должны учитывать эти характеристики. То есть стоимость капитала во времени – это крайне важный фактор. И не только альтернативная возможность вложения капитала здесь влияет, о которой тут я, собственно, заговорил. Масса факторов, масса факторов риска, валютные риски, инфляционные риски влияют на то, как мы изменяем стоимость капитала во времени. И если платежи у нас разбросаны во времени, нам по-хорошему нужно привести их в определенный сопоставимый вид. И тогда уже делать вывод о том, эффективен проект или неэффективен. Но, позвольте мне вернуться к этому примеру. Пренебречь временными различиями между этими нашими капиталовложениями, получением капитала и тратой капитала. Итак, мы считаем, что вот эти 7 тысяч рублей мы получили в первый год, 7 тысяч во второй, 14 в сумме больше, чем 10. Итог какой? Мы принимаем решение вложить средства в данный проект. Вот, мы превратили наш проект в экономически эффективный с помощью законодательной базы. Вот какой действенный инструмент у нашего государства есть. Ну или давайте так, доведем этот пример до абсурда. Ну а что тут рассуждать, собственно, нам с вами? Давайте сразу высчитывать вот этот 1 рубль, 100 рублей, миллион рублей сразу поставим на килограмм вредного вещества, на все там вредные вещества, и автоматически, без всяких этих наших расчетов, превратим все проекты в экономически эффективный. Ну, конечно, все здесь гораздо сложнее. Мне даже не нужно этот пример каким-то образом менять. Понятно, что сам проект по себе получится просто замечательным. Но собственника предприятия всегда интересуют по-хорошему два самых важных вопроса. Эффективен или неэффективен, целесообразен или нецелесообразен какой-то проект на предприятии, и эффективна ли деятельность предприятия в целом. Так вот, проект у нас получится замечательный, так ведь? Но вот эти 30 килограмм в нашем примере остались, а за них нам нужно будет заплатить огромный штраф. И собственник посмотрит, да, проект хороший, но штрафы такие большие, что в целом деятельность предприятия оказывается, например, неэффективной. И собственник посмотрит на те условия, на тот инвестиционный климат, который мы создали этим решением, и предпочтет ликвидировать свое предприятие, перевести, скажем, капитал в государство с более льготными условиями инвестирования. Итог какой? Мы потеряли данное предприятие. Да, мы добились экологического эффекта, если уже до конца быть справедливыми, потому что предприятия у нас нету, мы его уничтожили, 0 килограммов загрязнения окружающей среды. Но мы получили обвал по другим показателям. Наше предприятие исчезло, значит, что у нас произошло? Ну, какие негативные явно факторы, если не стало предприятие? Ну, какие варианты тут? Нету, во-первых. Ну, вы ответили совершенно правильно. Нету рабочих мест и нет налогов. Оба пункта сразу назвали, совершенно правильно. Людей-то уволили мы, все, это социальная проблема. То есть, экологический эффект сразу передавил вот эти две другие составляющие. И не платятся налоги, совершенно верно. Все, мы потеряли две другие составляющие. Поэтому государство зажато с двух сторон и пытается найти золотую середину. С одной стороны, надавить на негосударственные предприятия, заставить их реализовывать экологические и социальные программы. С другой стороны, государство боится их передавить слишком сильно. Потому что итог выдавятся с рынка и последствия мы уже с вами, собственно, обсудили. Вот какой пример мы, по сути, с вами привели касательно реализации экологического эффекта. Но еще раз подытожим, что на самом-то деле у государства есть действенные инструменты. Их только надо грамотно использовать. Действенные инструменты, чтобы заставить нашего негосударственного собственника реализовывать экологические и социальные программы. Но инструмент этот, по сути, тоже экономический. Из примера это, по-моему, четко ясно. Ну хорошо, этот пример мы привели. И давайте несколько слов скажем и о социальном эффекте. Вот тут мне удобно приводить пример из моего региона. Донецк. Это, в общем-то, промышленный регион, у которого достаточно сильно развита, ну, по крайней мере, была промышленность. Вот, и на первом месте, ну, на втором, пожалуй, после металлургии, стояла угольная промышленность. Так. В чем спецификация? Вот очень удачный, как мне кажется, пример угольной промышленности касательно достижения государством социального эффекта, в ущерб очень часто экономическому эффекту. Проблема угольных предприятий заключается в том, что уголь добывался в течение многих, там, уже десятилетий, да? И верхние выработки шахт уже пустые, так? И для того, чтобы добыть уголь, нужно копать все глубже, 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 глубже. Итог какой? Что происходит с себестоимостью этого продукта? Конечно, верх. Ну, так ведь? Конечно, растет. При этом цена данного товара, да, опять же, мы не специалисты с вами, я полагаю, по крайней мере, я точно, в сфере угольной промышленности. Мы можем сказать, что товар с определенными характеристиками, да, уголь. Цена рыночная. Цена сложилась ввиду определенных конкурентных факторов, влияющих на формирование, да, стоимости данного товара. Там зольность, прочие характеристики влияют на то, что цена на уголь составляет определенный размер. Но себестоимость выше. И тенденции каковы? Копать глубже и глубже. Так, себестоимость поднимается. Да, ценовые факторы тоже меняются. И инфляционные процессы, и прочие конъюнктурные процессы рынка приводят к тому, что и цена растет. Но цена растет меньшими темпами, чем себестоимость. Итог. Мы имеем неэффективную отрасль, перспективы которой тоже, к сожалению, неэффективны. Ну, буквально вот неделю назад у нас в Донецке был инновационный форум. И на нем представители министерства называли цифры стоимости, себестоимости угля и цены. Себестоимость, они назвали в среднем порядка 1890 гривен, на этот раз уже гривен. А цена от 400 до 900. Чувствуете разницу? Ну, опять же, тут опустим несколько, ну, тот момент, что действительно многие негосударственные предприятия покупали у государства уголь по вот этой вот цене в Украине. И потом использовали в своей деятельности и получали достаточно высокую прибыль. Так, это тоже нюанс, который нужно учитывать. Но в целом себестоимость намного выше, чем цена этого продукта. Как бы поступил негосударственный собственник, если бы имел стабильно неэффективный бизнес, перспективы развития которого он оценивал тоже как негативный? Ну, как? Конечно, закрыл, по-моему, кто-то сказал. Да? Ликвидировал это предприятие, реорганизовал. Ну, что есть реорганизация? Ликвидация старого, создание нового предприятия. Так, то есть, по сути, ликвидировал. Ответ правильно, закрыл. Так, государство же кладет на одну чашу весов экономический эффект. На другую чашу весов социальный эффект. Закрытие угольных предприятий в Донецком регионе привело бы к высвобождению рабочей силы, а говоря человеческим языком, увольнение тысяч и тысяч людей. Так? И государство сопоставляет вот эти вот негативные факторы социального плана и негативные факторы очевидно экономического плана и принимает решение в пользу социального эффекта. На постоянной основе датируют угольную отрасль, добиваясь этим, ну, скажем так, недопущения социального взрыва. Ну, на самом-то деле эффективно функционирующее предприятие, государство поступает иным образом. Любое государство на любом этапе своего развития имеет неэффективные отрасли или неэффективные предприятия, перспективы развития которых оно оценивает планово как негативные. Но в то же время государство рассматривает альтернативные сферы экономического развития и планомерно реализует программу переведения капитала из одной сферы в другую. Но цель добиться и социального эффекта, поэтому вкладывается большой капитал в создание новых предприятий. Вот скажем, мы не видим перспективы условно абсолютно в угольной промышленности, видим перспективы металлургической промышленности. То есть вкладываем капитал в металлургию, но это годы, это капитал на порядке в десятки раз больше, чем те дотации, которые идут. И планомерно проводим трудовую переориентацию работников вот той сферы, которую мы оцениваем как негативную. Проходят эти самые годы и все происходит очень органично. У нас есть новая сфера, перспективы которой мы оценили как позитивные. У нас есть готовый, переученный трудовой коллектив. Мы берем этих работников, переводим с одного предприятия на другое, вдыхаем жизнь в это новое предприятие. И это предприятие начинает работать, и если планы государства оправдались, то начинает приносить высокую прибыль. И у нас осталась мертвая, уже неживая инфраструктура депрессивной отрасли, депрессивных предприятий. Мы от нее избавляемся. Ну может быть там не ликвидируем, может реорганизуем как-то, создаем на базе, то есть новое что-то. Но, по крайней мере, начинаем использовать более эффективно. Вот такой результат. Но, к сожалению, вот в частности экономику на примере того же украинского государства, именно поэтому ругать достаточно тяжело. Потому что для начала у государства должен быть четкий план экономического развития. Не было такого плана. Дальше. То есть одно дело, смотрите, если мы создадим альтернативную отрасль, вольем в нее существенный капитал, это опять будет депрессивная отрасль. Согласны с тем, что это еще большие усилия, траты, а мы получаем вместо одной депрессивной отрасли другую депрессивную отрасль. Это недопустимо. То есть тут очень важный этап должен был быть реализован четкого планирования с высокой эффективностью конечных результатов этого планирования. И если мы получили действительно позитивный прогноз, только тогда вкладывать капитал. Не было таких планов. И деньги, гораздо большие деньги, чем шли на дотации. Ну миллионы и миллионы шли на датирование угольной сферы. Можно дискутировать много это или мало для физического лица. Ну опять же, для среднестатистического миллиона это очень много. Для крупного предприятия это, например, небольшой капитал может быть. Но тем не менее, в общем, на постоянной основе государство принимало решение не допустить социальные вот эти вот проблемы за счет экономического эффекта. Ну еще одна маленькая ремарка. Вот несколько раз я сейчас сказал планирование. Если планы государства оправдаются. Или часто мы можем с вами услышать формулировку, если планы предприятия оправдаются. Вообще, большинство наших курсов экономических, это курсы экономического планирования. То есть планируют в экономике все. Если кто-то не планирует, его рыночная система, море рынка выбрасывает сразу на берег. Если какой-то предприниматель, скажем, скажет вам, даже там, скажем, мелкий какой-то предприниматель скажет, что он в своей деятельности не занимается планированием, либо он не понимает, о чем речь. Так? Либо он просто говорит неправду. То есть крупные предприятия имеют большие плановые экономические отделы, которые занимаются планированием на высоком уровне, развитые инструменты экономического моделирования используют. Чем меньше предприятия, тем обычно меньше ресурсы задействованы при планировании. Ну вот дошли до индивидуального предпринимателя. Пускай у него нет работников даже, которые планируют. Он на листике пишет, что зачем сделать. Это планирование. Примитивное, да, но планирование. Пускай он в голове что-то планирует, это уже проще ничего не придумаешь. Но это тоже планирование. Поэтому планированием экономики, конечно, занимаются все. Хотя это очень неблагодарный процесс. Знаете, возможно, это сентенцию, что если планы в экономике оправдались, радуемся. Если не оправдались, ну, нечего огорчаться. Так, собственно, и должно было случиться. Это ни в коем случае не означает, что мы планировать не должны. Так, мы должны планировать. Но это подчеркивает, что само планирование крайне неблагодарный процесс. Но все решения мы принимаем на основании планирования. Ну, в общем-то, я считаю, что пример достижения социального эффекта я тоже вам привел. Ну, и все-таки, наверное, стоит вернуться к нашей прибыли, которая является все-таки вершиной этой пирамиды. В конечном счете мы говорим о том, что и на уровне негосударственного предприятия, и на уровне государства получение и максимизация прибыли – это обычно самый главный итог. Те инструменты, которые мы используем в экономике, в первую очередь, не всегда, да, конечно, но в первую очередь касаются максимизации экономического результата. Мы должны четко с вами понимать разницу между такой категорией, как прибыль и доход. Но, опять же, я полагаю, что уважаемая аудитория хорошо различает эти понятия. Ну, в том же украинском законодательстве была когда-то формулировка, среди прочего, что целью функционирования предприятия является получение прибыли в скобках дохода. Вот дискуссионный такой вопрос. Является ли само по себе получение дохода целью деятельности предприятия? Вот я вам скажу, что получили мы доход на предприятии, там, 100 миллионов денежных единиц, там, миллиард рублей, хорошо это или плохо? Непонятно, совершенно верно. Что мы должны для этого знать? Расходы, да? Наши затраты, расходы, себестоимость, издержки, ну, в классической экономике предприятия это синонимичные понятия, да, разные авторы разные терминологии использовали. Затраты наши должны знать. И вот если мы скажем, что миллиард получили, а потратили миллиард 100 миллионов, мы увидим, что это плохо. Если мы получили миллиарда, потратили там 900 миллионов, мы еще 10 раз с вами подумаем и посмотрим, что эти 900 миллионов мы, скажем, вложили 10 лет назад, а через 10 лет получили миллиард. И на самом-то деле это тоже не есть хорошо, да? То есть само по себе получение прибыли, это тоже такой момент, что ради прибыли не стоит реализовывать, как таковы, многие проекты. ради определенного уровня прибыли, максимизации прибыли, это несомненно. То есть тут тоже критерии и у любого инвестора, и собственника предприятия могут быть свои критерии. Поэтому вот эта простейшая формула, которую вы прекрасно знаете, но это эконом-теоретическая, тут налоги я должен убирать, тут масса нюансов, но то, что прибыль это разница доходов и затрат, она должна быть грамотно интерпретирована нами. То есть мы, конечно, стремимся к максимизации доходов, что с затратами мы собираемся делать? Минимизировать разве? Смотрите, я ничего не делаю, я до нуля затраты довел. Какой тут термин более подходящим является, как вы чувствуете? Ну эффективно, да, по сути эффективно, оптимизация, но эффективно использование затрат, это синоним, нечего тут, не с чем поспорить, совершенно верно. То есть оптимизация затрат или наиболее эффективное использование вот этих наших ресурсов. Мы стремимся потратить деньги, мы хотим потратить побольше, но чтобы получить еще больше доходов. И как результат этого всего максимизация прибыли. Еще один маленький нюанс. Ну стремимся мы, конечно, на уровне предприятия к максимизации прибыли, но есть еще такой нюанс, как минимизация убытков. Это подфункция вот этого стремления к максимизации прибыли. Вот я вам скажу сейчас предложение, а вы оцените, нравится вам это предложение, корректным оно является или нет. Вот скажу так, что на этапе первоначального планирования работы предприятия или на этапе первоначального планирования реализации какого-то проекта, в некоторых случаях основная цель максимизации прибыли может быть заменена на подцель минимизации убытков. Итак, еще раз. На этапе первоначального планирования проекта в некоторых случаях основная цель максимизации прибыли может быть заменена на подцель минимизации убытков. Нравится вам такая формулировка или нет? Не нравится. Ну хорошо. Мне она тоже не нравится. Так почему? Вот смотрите, я здесь опять же оставляю вот эти вот циферки. Я привер, конечно, не совсем традиционный пример, когда мы говорили об экологической составляющей. По сути, когда мы говорим о любом проекте на предприятии, все то же самое. Время и деньги. Но если классический пример промышленного предприятия, это инвестиция, скажем, там 10 миллионов рублей в создание какого-то объекта, и, скажем, производим какую-то продукцию, и тратим какие-то средства, получаем какие-то доходы, платим налоги, получаем в итоге чистую прибыль. На самом деле там есть нюансы амортизации. Ну, в общем, много нюансов, о которых много можно говорить. Но в конечном счете, позвольте мне так сказать, мы получаем чистую прибыль, на ней остановиться. Вы должны, хотя на самом деле там чистый денежный поток. Ну, скажем, в размере, условно там, 6 тысяч, вернее, 6 миллионов рублей, и во второй год, рука сама пишет, 3 миллионов рублей. Вот что я сказал? Вот только что я сказал именно вот это, что мы планируем вот здесь, на этапе первоначального планирования, то есть до того, как мы потратили деньги. Мы видим, что мы потратим вот эти 10 миллионов, а ожидаем, что получим 6 миллионов и 3 миллиона. Мы посмотрели и поняли, что мы просто-напросто этот проект что? Не должны реализовывать, так ведь? То есть вполне очевидно, что в данном случае, данную фразу корректнее будет сказать чуть-чуть иначе, что в некоторых случаях, так? Если наши планы не оправдались, основная цель реализации проекта максимизации прибыли может быть заменена на подцель минимизации убытков. Что это значит? Это значит следующее. Скажем, увидели мы вот такие перспективы. Опять же, без учета фактора времени, да, позвольте мне. Что мы инвестируем средства сейчас, получим, вложим, вернее, 10 миллионов, через год 6 миллионов, через 2, 7 миллионов. Мы видим, что получим больше, чем вложили. Сегодня мы договорились, что корректно так сказать, хотя на самом деле вот парочка полноценных лекций только позволяет привести к осознанию, что это совсем как бы совсем не так, и это некорректная формулировка. Но пока можем применить так называемый статический подход без учета фактора времени, динамический с учетом фактора времени. Так вот, вот этот статический подход позволяет нам сказать, что мы получили больше, чем вложили, все, проект эффективен. Мы вложили вот эти 10 миллионов. Но специфика рыночной системы такова, что спланировать то, что мы только что говорили, очень тяжело и эффективно. Чем дальше это планирование, тем тяжелее. И скажем, год прошел, и действительно мы реализовали продукцию, создали какие-то объекты, получили 6 миллионов рублей прибыли. Но потом что-то произошло. Ну, пример неконкретный, поэтому фантазировать мы с вами можем как угодно. Например, появился мощный конкурент, который производит продукцию лучше, более высокого, ну, то есть более высокого качества. И, скажем, додавил, добил нас наверняка ценовым еще фактором. И мы видим, что произведенную нами продукцию мы можем уже реализовать только, ну, к примеру, вернулись к исходному варианту, за 3 миллиона рублей. Итог какой? Мы видим, что мы должны реализовать проект, чтобы получить убыток. Доводим проект с целью минимизации убытков. Ну, математически та же максимизация прибыли. Согласитесь, если мы бросаем здесь проект и получаем минус 4 миллиона, а здесь завершаем проект, получаем минус 1 миллион. Ну, минус 1 больше, чем минус 4, поэтому, конечно, опять мы говорим о максимизации прибыли. Но только вот в таком, не совсем стандартном, так сказать, ракурсе. Ну, в общем-то, очевидно, что данный проект тоже можно рассматривать с нескольких сторон. По той простой причине, что вот я все загоняю в какие-то более жесткие рамки, потому что хочу подвести вас к выводу, к которому хочу подвести. Но на самом деле вы могли мне справедливо сказать, что вот здесь прошел один год, и мы получили 6 миллионов. И рассматриваем мы вариант на самом-то деле не бросить реализацию этого проекта или довести до конца, а, скажем, ликвидировать этот проект, но мы используем какие-то объекты, которые, в общем-то, имеют определенную стоимость. И этот объект, например, вот условно компьютер, при невысоком уровне инфляции, то ли мы его продадим через год, то ли мы его продадим через два года. Должны мы учесть этот фактор? Согласны, что здесь фактор будет этот очень существенно влиять на наше решение, потому что здесь мы продадим его, скажем, по высокой цене, а здесь за год для компьютерной техники, то это огромный период времени, стоимость будет гораздо ниже. Поэтому мы должны учитывать этот фактор. Но опять, вот я привел пример, когда стоимость ликвидационная какого-то объекта, цена, которую мы получаем от продажи этого объекта за вычетом затрат, связанных с ликвидацией объекта, уменьшается. И это логично. Обычно в рыночной экономике объект с течением времени изнашивается, и при не очень высоком уровне инфляции стоимость его, конечно, уменьшается. Но это же неправда, для конкретных примеров. Вот рынок недвижимости условно. Ну, подозреваю, может, в Российской Федерации там были какие-то нюансы, но тоже близко. По той же Донецкой области. До 2008 года, 90-е годы, до 2008 года. На порядок стоимость недвижимости возросла до этого периода. Даже на порядок. Десятки раз стоимость недвижимости за вот эти 20 лет. возросла. Ну, может быть, чуть меньше, за 15 лет. В 2008 кризис, и в два раза стоимость недвижимости в Донецкой области, в Украине, по крайней мере, падает. То есть, вот тот пример, который я сейчас приводил, да, сначала, если мы посмотрим, что здесь, скажем, 95-й год и 2005-й год, тут будет гораздо большая стоимость недвижимости, чем в предыдущем периоде. А если 2005-й и 2010-й, так, то будет обратная картина. Ну, не говоря о текущем моменте, когда стоимость недвижимости дошла до совершенно низкого уровня, очевидно, с непонятными юридическими основаниями для купли-продажи имущества. Ну, то есть, в принципе, здесь я хотел подчеркнуть только одно, что на любой пример мы должны смотреть с нескольких сторон. Конечно же, в итоге я опять зажимаю нас с вами в рамке, что нет тут возможности реализовывать в моем конкретном примере какие-то другие программы, да, не можем мы продать данный объект, ликвидационная стоимость нулевая. Все, вывод очевидный. Либо бросить проект и получить минус 4 миллиона прибыли, либо закончить его реализацию и получить 1 миллион убытков. Конечно, мы реализуем данный проект и получаем вот этот вот убыток в 1 миллион. То есть, на определенном этапе все-таки прибыль, максимизация прибыли заменяется на подфункции минимизации убытков. И это мы должны с вами знать. Но, конечно, если изначально мы увидели перспективы негативной проекта, мы просто от него отказываемся. Ну, в общем-то, я считаю, что основная цель сегодняшнего занятия нами достигнута. Мы поговорили о основных целях функционирования предприятия в рыночной экономике, подчеркнули, с моей точки зрения, превалирующую роль прибыли на предприятии, при реализации проектов и деятельности предприятия в целом, ну, с определенными оговорками. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Спасибо. Спасибо большое.